Древние применяли свои технологии в самых неожиданных местах. Разве можно придумать более необычное место, чем храм? С помощью древних рукописей мы узнали о том, что в храмах для создания иллюзий и магии использовались поразительные устройства – статуи, плачущие кровавыми слезами, стены, содрогающиеся от грома и колесницы, парящие в воздухе. Все эти искусные механизмы являлись величайшими достижениями инженерии. Это были машины богов. Древние открытия Мы привыкли к великолепию храмов древности и богам, которые там жили. Однако о чудесах техники в храмах во время религиозных церемоний мы узнали совсем недавно. Данные древних рукописей могут заставить нас пересмотреть наши отношения к античным временам. По ряду указаний мы узнали о разнообразных механизмах, изобретенных нашими предками на все случаи жизни. Жрецы в то время были своего рода магами, волшебниками. Они манипулировали верующими, задавали тон. Стоило лишь привести в действие какой-нибудь хитроумный механизм, как наступал кульминационный момент обряда поклонения. Более двух тысяч лет назад религия играла невероятно важную роль в жизни общества. Толпы людей наводняли храмы, правда, не ради успокоения души. Люди ходили в священные места, в храмы. Они ходили к жрецам, которых надо было бояться. Жрецы заставляли их трепетать, затаив дыхание. Чтобы убедиться, что верующие благоговеют перед Богом, жрецы использовали хитроумные устройства, над которыми трудились лучшие умы античности. Среди них Герон Александрийский, придумавший немало замысловатых, сложнейших устройств. Герон Александрийский написал много книг. Наиболее известна его книга «Пневматика». А способности воздуха, газа перемещать объекты, созданные для того, чтобы удивлять, производить впечатления магических. Только теперь мы приближаемся к пониманию сложнейших изобретений Герона. Есть хороший образец работы Герона. Лошадь с ножом в горле, которая пьет. За ней наблюдает Херувим. Одна из самых известных его машин значилась под номером 78. Это был алтарь, который жрецы ставили перед верующими за тем, чтобы они преподносили дары Богу. Он настолько сложен, что приводит в недоумение даже современных инженеров и ученых. Нож отрезает лошади голову. Он связан со множеством зубцов и рычагов. На самом деле, голова действительно присоединяется к телу с помощью раздвижной трубки. Как только нож начинает двигаться, он приводит в действие рычаги, которые раздвигают обе половины трубки. Потом они снова соединяются. Кажется, будто каким-то магическим образом лошадь пьет с руки жреца. Херувим гневно взирает на лошадь. Она никак не реагирует. Когда же Херувим отворачивается, она начинает пить. Под Херувимом находится длинная трубка. Внутри она полая. Наверху тоже есть трубка. Когда фигура поворачивается, отверстие открывается, и вода проходит сквозь него в бак внизу. Энергия воды как бы вытягивает воздух из ноздрей лошади. Кажется, будто лошадь пьет. Жрецы помещали устройство на алтарь. При помощи этого сложного механизма им удавалось создать яркое ощущение того, что это делает Бог. Они демонстрировали невозможное. Не стоит удивляться соседству магии или технических трюков с религией. Эти храмы – институты власти и богатства. Жрецам хотелось сохранить свое влияние. Они были готовы на все, чтобы сохранить свое место и власть. Предсказывание судьбы по хвосту животного – это один из способов, которые использовали жрецы для сохранения своего могущества. Были и другие, менее жуткие способы, демонстрировавшие научно-технические достижения. Однако большинство из них строжайше охранялось. В каждом храме было отдельное место для алтаря, святилища. И верующим был виден лишь дверной проем. Они вглядывались во мрак святой святых, а мрак – идеальное пространство для создания иллюзий. Храмы намеренно, слабо освящались, чтобы усилить ощущение некого таинства. Так легче убедить, легче довести что-либо до вашего сознания. В первом веке нашей эры Герон написал множество трактатов по механике и математике, основываясь на ранних работах Ктисибия и Филона. В домашней обстановке Герон изобретал хитроумные механизмы, а в храмах устрашал верующих Александрии деяниями богов. Если бы он работал в храме, то непременно создал бы что-нибудь магическое, мистическое, что повлияло бы на сознание людей. Великолепная статуэтка лучника и дракона – одна из самых известных работ Герона. Это удивительное устройство не просто алтарь. С помощью передовых гидравлических технологий Герон создал лучника, который пускает стрелы в дракона, а дракон отвечает на это рычанием. Наверное, это одна из выдающихся моделей Герона Александрийского. Большинство средневековых переводчиков его трактатов были восхищены ею. Это свободное изложение мифа о Геракле, который под видом лучника пустил стрелу в дракона, охраняющего сад Гесперид. Звук появляется благодаря напору воды. Это механизм лучника изнутри. Пневматическая часть состоит из двух камер. В верхней набирается вода, а нижняя закрыта. В центре верхнего резервуара располагается конический клапан, который, поднимаясь, позволяет воде перетекать в нижнюю камеру. Когда уровень воды в нижней камере достигает предела, воздух выталкивается через эту маленькую трубочку. Сжатый воздух проходит через язычок в пасти дракона. Получается этот рычащий звук. Герой демонстративно поднимает золотое яблоко, приводя в действие стрелу лучника и механизм, крутящий воду. Вода движется в клапанах, и образовавшийся воздух заставляет дракона рычать от боли. Не случайно, что в Александрии Герон нашел применение своим изобретением. Со времен своего основания Александром Великим, Александрия была космополитическим городом, большим плавильным котлом Восточного Средиземноморья. В Александрии Восток встречался с Западом. Древние традиции Египта соединялись с последними достижениями греков в математике, науке, инженерии. Ученые могли проявить себя во всех областях античного знания, сокрытого в храмах Египта. Он никогда не был египетским городом, потому что египтянам не нравилось Средиземное море. Они предпочитали строить города на Ниле. Александрия основана греками. Это народ мореходов, которым нужно было море для торговли. В Александрии соседствовали разные культуры, религии, национальности, которые пытались жить вместе. Жрецу Александрии жизнь представлялась крысиными бегами, приз, за который храм – полный неистово молящихся людей. И выиграть его можно было с помощью самых удивительных устройств. Посмотрите на религии Александрии. Это смесь тайных мистических учений. Большая часть из них заботится не о магических способностях божеств, а о сохранении статуса кво. В Александрии было много странных религий, соперничавших друг с другом. Чтобы воспользоваться их властью, наследник Александра Великого выбрал одну религию и одного могущественного бога. Его имя – Серапис. Культ Сераписа отличается синкретизмом греко-египетских традиций. В древних рукописях рассказывается о необычных механизмах, которые использовали жрецы в храме Сераписа в Александрии. Больше всего современных ученых не перестает восхищать одно устройство, которое древние авторы описывают как колесницу, каким-то чудесным образом парящую в воздухе. Как античным изобретателям удалось победить гравитацию на два тысячелетия раньше нас? Что происходило в храме? Как древним изобретателям удалось сотворить такое чудо? Древняя Александрия славилась своей библиотекой, где хранились самые значимые памятники античности – труды по механике, искусству, философии, которые изучали александрийские изобретатели и инженеры. Им были известны тайны греков. Чтобы обманом пробудить верующих благоговение перед Богом, они пользовались научными законами. Неужели они обуздали силы, которые нам кажутся неукротимыми? Вряд ли можно найти что-нибудь занимательнее, чем история храмовой техники в Александрии. Например, храм Серапиум, возведенный Птолемеем Первым в честь Бога Сераписа. Серапиум в Александрии был одним из величайших храмов Средиземноморья. Он выстоял во время Римской империи, и был уничтожен христианами в 391 году. Храм Сераписа стал театром невиданных зрелищ. Серапиум был крупнейшим и известнейшим храмом Древней Александрии. К сожалению, от него остались одни руины. Единственное, что у нас есть – это колонна Помпея, которая сейчас находится позади меня. Она называется «Столб Помпея», ее возвели при римлянах. Но задолго до колонны Помпея вокруг Серапиума ходили слухи о происходящих там чудесах. Эти истории нашли свое отражение в произведениях древнегреческих и римских историков. Один из них описывает железную колесницу, самостоятельно летающую по воздуху. Эта традиция сохранилась и в IV-V веке, когда авторы писали о применении силы магнита для создания чудесных явлений в храмах. Так в произведении епископа карфагенского Кво Вадис рассказывается о железной колеснице, которую могли оторвать от Земли именно таким способом. Специалист по античным механизмам Ричард Уиндли уверен, что изобретатели Александрии знали о явлении магнетизма. Но летающая колесница... Мы предполагаем, что колесница была изготовлена из материала, похожего на железо, а в верхней части было спрятано огромное количество магнитов. Таким образом, колесница поднималась в воздух якобы без стороннего участия. В Афинах истории об этих чудесах произвели впечатление на греческого историка Иониса Арванитиса. По-моему, это очень интересно и странно. Колесница, парящая посреди храма, что за бессмыслица? Арванитис изучил древнегреческие рукописи и нашел три упоминания об этом поразительном аппарате. Он понял, что это связано с богом Сераписом, прообразом которого был греческий Аполлон, бог Солнца. Очень часто в греческих мифах Аполлона представляют сидящим в золотой колеснице с четверкой лошадей или в квадриги. Он поднимается с моря и летит по воздуху. Такое изображение можно встретить в Парфеноне. Богу Солнца нужна была колесница, чтобы подняться на небо. Это был очень искусный механизм, заставлявший людей поверить, что Бог действительно там присутствует. Примечательен еще и тот факт, что механизм, поднимающий колесницу ввысь, был настроен в соответствии с движением Солнца. На восточной стороне было небольшое окно. Конечно, в зависимости от положения Солнца, в какой-то определенный момент в году солнечные лучи могли коснуться губ бога Сераписа. Когда двери отворяются, появляется огромная фигура Сераписа, восседающего на троне. Согласно древним текстам, бог Солнца Гелиос летал на небольшой колеснице вокруг огромной статуи. Кульминацией обряда был момент, когда лучи Солнца заливали храм и освещали лицо бога Сераписа. И тогда колесница отрывалась от пола и парила близ статуи. Считают, что на потолке храма было много магнитов, которые притягивали к себе небольшую железную колесницу. Судя по рукописям, силу магнетизма действительно использовали в храме Сераписа. Неужели это действительно работает? Два тысячелетия спустя современные механизмы покажут действие закона электромагнитных полей. Как видите, он ни на чем не подвешен. Вы можете провести рукой, чтобы проверить глобус. Видимо, этот небольшой глобус подобен колеснице Солнечного Божества в Серапиуме. Внутри этого устройства будет микропроцессор и несколько датчиков, работающих на эффекте Холла, восприимчивые к магнитному полю. Микропроцессор будет обрабатывать данные о магнитном поле несколько тысяч, если не миллион раз в секунду. Историю чудесной колесницы в Серапиуме нельзя отвергнуть, потому что она не единственная. Существуют и другие случаи использования магнитов в храмовых чудо-устройствах. Есть один рассказ о храме, в котором стояли две статуи, бога Марса и богини Венеры. В разгар церемонии они постепенно сближались и, конечно же, нравились друг другу, поэтому пытались как бы обнять друг друга. Мы думаем, что, скорее всего, в одной из статуй было железо, а в другой магнит. Римский поэт Клавдий оставил нам описание этого мистического союза Венеры и Марса. Способно ли сравнительно слабое магнетическое воздействие поднять в воздух огромную колесницу? Несомненно то, что, согласно ряду источников, колесница существовала. Другой вопрос, как им это удалось? Возможно, с помощью магнитов. Хотелось бы думать так. Другой вариант, это подвесные канаты, это более вероятно. Поразительно, что наши предки знали, как обращаться с явлением магнетизма. Может, они могли управлять и другими устройствами? Устройствами, в которых использовали гидравлику. По всему античному миру были построены великолепные храмы в честь богов. Они были блестяще построены, украшены статуями и колоннами, но куда интереснее были сокровища, спрятанные внутри. В храмах находилось множество удивительных и необычных механизмов. Один другого примечательней. Эти механизмы помогали верующим общаться с богами. Еще для жрецов классического периода привлечение народа стало очень значимо. Как только собиралась толпа, они устраивали удивительное шоу. Специалистом по таким механизмам был величайший изобретатель античности Герон Александрийский. Многие из придуманных им устройств описаны в сохранившихся рукописях и использовались в храмах. Жрецы немало платили Герону за создание выдающихся устройств. Он часто применял гидравлику, используя тепло от огня, воду и давление пара. Герон Александрийский верил в плотность воздуха. Он знал, что воздух обладает некой структурой, объемом, что состоит из частиц, и если его вытолкнуть, он появится где-то в другом месте, а если его вдохнуть, он останется внутри. Одним из излюбленных приемов Герона было сочетание инженерии обряда жертвоприношения Богу. С помощью огня он зажигал алтарь как главное место действия. Алтарь был прозрачным, его изготавливали из стекла или рога. Наверху стояли статуи. Когда свет зажигался, казалось, будто статуи танцуют. Внутри алтаря была трубка с крутящимся стержнем. К ней подсоединялись небольшие трубки, расположенные под определенным углом друг к другу и изогнутые в противоположные стороны. Когда преподносились дары, воздух нагревался и проходил через трубу, а потом выталкивался в большую и маленькие трубки. Сила воздуха или энергия пара заставляла трубку и статуи крутиться. По мере того, как огонь затухал, танцующие фигуры замедлялись и в итоге останавливались. Алтарь с танцующими статуями Герона стал настоящей сенсацией в эпоху античности и предметом вожделения всех жрецов Александрии. Большинство его механизмов вращали в фигуры. Поэтому жрецы решили это использовать для того, чтобы убедить людей, пришедших в храм, в существовании богов. Раз верующие чаще посещали храмы, они больше платили за определенные услуги, например, за святую воду. И тогда Герон изобрел первый в мире торговый аппарат. Это был простой, но гениальный механизм, который работал с большими суммами денег. Посетитель должен был опустить бронзовую монету в отверстие машины. За это он получал святую воду для умывания лица и рук перед посещением храма. Монета падала в ящик, который висел на специально подвешенной балке. Из-за веса один конец балки опускался, а второй поднимался. Тогда открывался клапан и лилась святая вода. надо сказать, что жрецам повезло, что они пользовались творениями Герона. Это был гений механики, способный сделать все, что угодно, механизмы, изумляющие всех, даже жрецов. Они просто отдавали приказы, платили ему, а в награду видели пораженных зрелищем верующих, которые оставляли деньги храму. В Александрии, в раннехристианскую эпоху, можно найти доказательства значимости магии в храмах. Один жрец писал, нам определенно нужно чудо, чтобы привлечь людей в храм. Люди, как овцы, ходят стадами после этой варварской галилейской ереси. Герон, как блестящий ученый и изобретатель, был только рад угодить. Герон был великим инженером и изобретателем. Он видел потенциал и сразу же использовал все возможности для осуществления своего замысла. Для прихожан храма магия начиналась сразу после того, как они переступали порог. Порой она начиналась с самих дверей. Открытие дверей в больших храмах было настоящим торжеством. их изготавливали из дерева или бронзы, могли инкрустировать золотом и слоновой костью. Их открытие само по себе было чем-то вроде представления и напоминало театр. На сцене играли жрецы и хор, исполнявший гимны. Прибавьте к этому фемиамы свет зажженных ламп. Герон уделял много внимания дверям храма, чтобы они были как можно более интересными. Он даже изобрел автоматические двери, раздвигающиеся во время жертвоприношений. Например, один из механизмов был настроен так, что когда на алтаре появлялись дары, двери открывались, а потом после жертвоприношения закрывались. Автоматические двери основывались на простых законах, которые помогли укрепить авторитет и престиж египетских жрецов в храмах. Когда служитель зажигал жертвенный огонь, он нагревал воздух внутри потайного металлического цилиндрического резервуара. Вода проходила через сифоны и попадала в огромный чан. Чан держался на цепях при помощи целой схемы грузов и шкивов, которые приводили двери в движение за счет веса чана. Двери магическим образом открывались. Нельзя забывать о том, что этими устройствами пользовались только в храмах. Поэтому обычный человек не мог увидеть ничего подобного. Представьте, как вы были бы удивлены, если вы пришли в храм и перед вами сами собой распахнули бы двери. Несмотря на то, что Герон был прекрасным физиком и механиком, священники использовали и другие средства убеждения верующих в могуществе Бога. Например, химические вещества, чтобы поразить верующих. Для обмана верующих они использовали все доступные им химические вещества. Конечно, жрецы знали больше, чем остальные, потому что у них были свои секреты. Дабы сохранить для набожных посетителей атмосферу неопределенности, была необходима двойственность происходящего. Общей чертой древних религий является их загадочность. Верующие толком не понимали, что происходит. Это касалось еды и питья. Еда играла ключевую роль во многих обрядах. Например, в вино клали древесную кору, и когда они будут мочиться, им будет казаться, что они истекают кровью. С помощью древесной коры их якобы лечили от недомоганий. Они исцелены? Слава жрецу! Желая одурманить население и сохранить над ним власть, жрецы использовали химические свойства различных веществ, не только еды и питья. Химические свойства снижаются от огня. Есть вещи общедоступные, например, урина, навоз и так далее. Они полезны, потому что это источник фосфора, а он светится в темноте. А еще там содержатся вещества, которые после регидрации образовывали пар или пену. На многих это производило неизгладимое впечатление. Вскоре в храмы их конкурентов стало приходить все больше людей. Они нашли новую религию под названием христианство. Священники были вынуждены обратиться к античным изобретателям за хитроумными механизмами, способными заставить храм сотрясаться от грома, а статуи говорить. В античную эпоху изобретатели и инженеры придумали поразительные устройства для создания спецэффектов. им было известно, что сила звука может вызвать у человека страх и возбуждение. Для создания спецэффектов в храмах использовались как самые простые, так и самые сложные машины. Так как в основе самых древних религий лежало театрализованное поклонение, для усиления эффекта использовались любые средства. Я сейчас держу уменьшенную модель так называемого ромба. Отсюда произошло наше название геометрической фигуры. Это очень древний инструмент. У самых примитивных народов он назывался трещотка. Сами греки предпочитали название глаз Зевса. Как же им пользоваться? У него есть длинная струна, чтобы заставить ее колебаться в воздухе, надо заставить ее вращаться. Я продемонстрирую. Есть очень интересный древнеегипетский способ управления божествами. Как заставить их говорить, двигаться. До греков и римлян в Египте не изобретали таких хитроумных устройств. Это даже трудно представить. Для своего времени они в совершенстве познали физические законы и природу звука. Предположительно, некоторые из сокровищ в гробнице Тутанхамона инструменты, с помощью которых жрецы общались с Богом. Один очень критичный древний историк пишет, что у статуи шакала и рахар маркиса были речевые трубки. Эта речевая трубка позволяла жрецам извлекать звуки, как будто бы они исходили из уст Бога. В катакомбах современной Александрии сделали новые открытия. На месте раскопок мы не только обнаружили развалины древних храмов, но и другие строения, например, подземные ходы. Нам кажется, что священники использовали их, чтобы обманывать зрителей и забираться на алтарь и говорить с людьми устами Бога. Похожие слухи вертятся вокруг двух огромных статуи в фивах. Первоначально они охраняли вход в храм мертвых фараона Аминхотепа Третьего. Этот храм являлся крупнейшим строением в Египте, но он давно рассыпался в пыль, либо его камни разобрали для строительства других зданий. Однако статуи остались, и даже сейчас они поражают воображение. Статуи просто изумительные. Конечно, впечатляет их высота более двадцати метров. Колоссы были известны всем, но именно греки и римляне занесли их на карту. Они их поразили, потому что после землетрясения одна из статуй стала издавать странные свистящие звуки по нескольку раз в день. Существует несколько теорий о природе этих звуков. Некоторые считают, что это просто ветер, проходящий сквозь статуи, а греки были убеждены, что это говорит с ними бог Мемнон. Статуя стала чем-то вроде оракула, хотя неясно, почему статуя называется колоссом Мемнона, а не Хатема или Хатепа. Поразительно, но некоторые историки полагают, что Герон Александрийский сотрудничал со священниками и снабдил статуи речевой трубкой. В античную эпоху были и другие говорящие статуи, в которых сила звука использовалась для механических операций. Периодически встречаются описания говорящих статуй. Мы считаем, что их ставили в храмах с целью произвести магический эффект. В гробницах же их использовали как сигнализацию от воров. К примеру, этот рельеф, изображающий язык Гаргоны, который ассоциируется с царством Аида. Он работает по принципу энергии воды, характерному для Александрийской школы. Перед нами сосуд, наполненный водой, которая проходит через сифон в другой закрытый сосуд, выталкивая воздух и порождая звук. Я попытаюсь это воспроизвести. Надеюсь, мы что-нибудь услышим. на греков всегда производили впечатление гром и молния. Они считались неизменными атрибутами богов, особенно Зевса. Поэтому для того, чтобы заставить верующих трепетать, жрецы прятали в храме небольшие устройства. Этот механизм уменьшенная модель гром-машины. Нам известно, что у жителей Александрии была такая машина благодаря Герону. В ней металлические шары падали на плиту. Фактически изобретение Герона было копией будильника Филона. Здесь вода служит измерителем времени. Когда уровень воды поднимается, поднимается и платформа, лежащая на дне плиты. и мы видим, как она постепенно начинает наклоняться. Если установить устройство в нужном положении, например, над верующими, в пустом перекрытии под потолком, то звуковые вибрации срезонируют снизу и вызовут у людей страх, панику и целый набор разных реакций. Это копия средневековой гром-машины. В древних рукописях говорится о том, что подобные машины действительно существовали в древнюю эпоху. Деревянный ящик – это большая трубка с каналом внутри. По нему катятся металлические шарики. Вот этот железный шарик. Я специально положу это сюда, чтобы они лучше катались и громыхали. Мы с легкостью приведем ее в действие, надо ее просто наклонить. В античности за души и умы верующих разгорались целые войны. Религии приходилось соперничать с различными видами развлечений. Чтобы выжить, жрецы стали кем-то вроде инспекторов манежа, шоуменов или фокусников и могли соперничать с современными циркачами. Несмотря на исключительность и гениальность храмовых машин Александрии, для верующих главным критерием были размах и роскошь самого храма. Задача античных храмов отличалась от назначения современных. Жрецы должны были убедить людей, что для общения с Богом именно их храм самый лучший. Это путь к божествам, их дом. Когда в них помещали смертного, это производило впечатление. В Древней Греции выработался стандарт постройки храмов. Подобные здания можно встретить не только в Греции, но и по всему Средиземноморью. Древнегреческие храмы строились по-особенному. Колоннада с внешней стороны, фронтонный треугольник с садриком над или внутри колоннады, огромные двери. Едва вы входили в этот храм, как сразу же видели перед собой одну или несколько божественных статуй. Величайшим изображением античного бога считается огромная статуя Зевса, главного бога Олимпа. Статуя стала знаменита благодаря своим размерам и роскошным украшениям. Она выполнена из позолоченной слоновой кости и украшена драгоценными камнями. Эту статуя приводила в немой восторг каждого. Внутри храма прямо по центру стоит огромная позолоченная статуя Зевса из слоновой кости. Эту потрясающую работу выполнил великий скульптор Фидий. Среди его работ статуя Афины в Парфеноне. Он переехал в Олимпию, открыл свою мастерскую, много лет трудился и создал эту удивительную статую, которая считается одним из семи чудес света. У статуи Зевса была своя цель пробудить благоговение, страх и подобные эмоции при виде могущества величайшего из богов. Это была уникальная работа. Верующие приходили в храм, поднимались по ступенькам и оказывались рядом с этой статуей, пораженной ее высотой. Она производила неизгладимое впечатление. Все, что осталось от храма Зевса в Олимпии, это статуи, украшавшие главный вход. Их резьба показывает, насколько статуя Зевса была прекрасна. Греки были не единственными, кто создавал такие огромные красивые статуи. Были статуи, которые шокировали людей тем, что они умели плакать кровавыми слезами. В античную эпоху Герон и другие изобретатели были настоящими новаторами, расширившими границы античного знания. computational актрим! Александристucch Александрийск инженеры живо интересовались тем, что мы сейчас называем физическими законами. Перед нами устройство, которое как раз это подтверждает, как ведет себя горячий воздух, когда образуется давление. У нас есть закрытый сосуд, над ним горит огонь. Это мог быть огонь алтаря или храма. Когда жрец зажигал его, чтобы преподнести Богу дар, жар от огня нагревал воздух внутри камеры. Воздух выходил в небольшую трубку, ведущую к другому сосуду, наполненному искусственной кровью. Из-за давления жидкость по трубе и двум небольшим отверстием на месте глаз вытекает из статуи. Это искусственная кровь. Этот механизм — вершина его творчества. Для того, чтобы заполнить воздухом закрытые сосуды, которые сообщат жидкость по другим трубам, он использовал огонь. Эффект был поразительный, поэтому его использовали для плачущей статуи. Удастся ли нам воспользоваться технологией Герона? При помощи искусственной крови мы постараемся заставить статую плакать кровавыми слезами. Огонь будет нагревать воздух. Он расширится и перейдет в закрытый контейнер. Из-за давления кровь пойдет по трубке и выльется. Сложно сказать, быстро нагреется воздух или нет. Если да, то все тепло уйдет наверх, так что там будет жарко. По законам логики, огонь должен находиться под контейнером, однако на рисунке Герона все наоборот. Он четко показывает, что огонь должен быть наверху. Поэтому дары должны быть видны всем. Каждый должен видеть, как Бог отвечает на дары слезами. Огонь начинает разгораться, сосуд тоже нагревается. Мы не знаем точно, полностью ли он закрыт, или просто давления недостаточно, но я не вижу, чтобы из труб текла какая-нибудь жидкость. Ричард полагает, что модель слишком мала, поэтому давление воздуха недостаточное для того, чтобы статуя заплакала. Но быстро поднесенный факел приводит ее в действие. Наверное, увидеть всемогущего Бога, плачущего кровавыми слезами, незабываемое и трогательное зрелище. Работы Герона нельзя превзойти ни по красоте, ни по гениальности, и его применение физических и гидравлических законов вызывает живейший интерес у исследователя античных технологий Ричарда Уиндли. Он проявил такую изобретательность и остроту ума. На чертежах много вещей, которые кажутся бессмысленными. Когда же дело доходит до их практического применения, ты понимаешь, для чего предназначаются эти странные элементы. Есть в реконструкции античных моделей нечто особенное, потому что ты начинаешь мыслить, как твои предки. Это ключ к пониманию того, как они создавали такие механизмы. Те же верующие, которым не нравилось публичное поклонение, могли заняться мистическими религиями. У них были свои секреты и тайные практики. Идеальное пространство для самых необычных устройств древнего мира. Существовало множество странных культов, всех богов и богинь самого низшего порядка. И порой это принимало необычные формы. Например, одним из самых странных культов был культ Кибеллы. Культ многогрудой богини-матери Кибеллы пришел из Малой Азии. Поначалу он был связан с тайными опасностями и насилием. И неудивительно, что в 9 веке до нашей эры жрец, пытавшийся распространить этот культ в Афинах, был вскоре убит. Это религия, которая переходила все границы. Например, мы узнали, что ее почитатели стирали с себя кожу, чтобы истечь кровью. Было сконструировано уникальное устройство для храма, благодаря которому в самый разгар церемонии с груди богини-матери Кибеллы текло молоко. Статуя Кибеллы была одним из самых странных творений инженеров Александрии. Она была богиней земли и символом плодородия. Представьте себе жреца, которому могли позавидовать современные фокусники, доводящего толпу до экстатического состояния. И кульминация всему лактация статуи. Наверное, это выглядело весьма внушительно. Статуя Кибеллы была сконструирована так же, как и статуя, плачущая кровавыми слезами. У подножия статуи был алтарь, полный молока, а наверху – купол на четырех колоннах. В момент преподнесения даров зажигались две лампы. Горячий воздух, собиравшийся под куполом, опускался вниз, нагревал молоко, которое под давлением проходило по трубам, ведущим к груди. К удивлению и восхищению всех присутствующих, у статуи богини-матери выступало молоко. Впервые за две тысячи лет мы увидели, как величайшие умы античности создавали сложнейшие захватывающие механизмы, наводившие ужас и страх на древних людей. Нам не дано узнать, как воздействовали на ничего не подозревающих посетителей храмов эти машины, и каким образом их заставляли поверить в такие чудеса, как говорящие боги. Античные храмы были местом, где были заложены основы современной инженерии и науки. Чтобы поразить верующих, ученые применяли законы магнетизма, механики и паровой техники. И это вывело античную науку на путь величайших открытий. Результат работы инженеров заставляет нас по-новому взглянуть на чудеса, потерявшиеся во времени, и иначе воспринимать современные инновации. Что еще мы узнаем? Какие открытия ждут нас в древних манускриптах? Фильм переведен и озвучен по заказу телерадиокомпании «Петербург-5 канал». Редактор субтитров А.Семкин